Сегодня буду готовить лагман со свининой. Для этого мне понадобится картофель, свинина, лук, перец болгарский, помидор, баклажан, морковь, чеснок, зелень свежая, соль, перец, приправа для лагмана, масло растительное, мука, яйцо и вода. К яйцам добавляю 200 миллилитров воды, и все хорошо размешиваю венчиком. Добавляю чайную ложку соли, рассеиваю муку, размешиваю и вымешиваю тесто. Вымесил тесто, накрою пищевой пленкой и уберу в холодильник на 1 час. Мясо нарезаю небольшими кусочками. Мясо нарезал, посолю, поперчу, перемешаю и уберу в сторонку. Помидор порежу полукольцами. Морковь нарезаю соломкой. Лук почистил, нарезаю полукольцами. Баклажан нарезаю соломкой. Перец почистил, помыл, нарезаю соломкой. Картофель почистил, нарезаю средним кубиком. И залью холодной водой для того, чтобы он не потемнел. Мелко поруглю чеснок. Хорошо разогрел казан с растительным маслом, обжариваю мясо. Мясо буду обжаривать до румяной корочки. На обжарку мясу по 10 минут добавляю лук. И продолжаю обжаривать на мощности чуть выше среднего, так же как и мясо. Через 5 минут добавляю морковь и продолжаю обжаривать на средней мощности. Через 5 минут добавляю баклажан. Еще через 5 минут добавляю помидор, болгарский перец. Все перемешиваю и продолжаю обжаривать 10 минут. Мощность цвета не меняю. Теперь заливаю воду. Вода должна быть горячей. Засыпаю специи. Соль. Закладываю картофель. Все перемешиваю и доведу до кипения. Ваджа закипела. Убавляю мощность чуть ниже среднего. Накрою крышкой и оставлю на 50 минут. Тесто пролежало в холодильнике 1 час. Стало мягким и эластичным. Далее я его раскатаю в жгут и нарежу небольшими кусочками. Теперь каждый кусочек раскатаю в тоненький жгутик. И выкладываю на доску. Теперь накрою влажным полотенцем и дам постоять 10 минут. Через 50 минут добавляю чеснок. Все перемешаю. Накрываю крышкой. И выключаю плиту. Тесто постояло, вытягиваю лапшу. Воду довел до кипения, отвариваю лапшу. Лапшу буду варить 3-4 минуты. Затем откину на дву шлак, дам стечь воде и сбрызну растительным маслом. У лагмана есть много способов приготовления. Сегодня я показал один из них. Рецепт лагмана с баклажанами и картофелем. Это блюдо получается ароматным, сытным и очень вкусным. Приятного аппетита и до встречи у нас на канале.